всем привет привет уважаемые коллеги соведущие это подкаст дата кофе подкаст о данных когда-то был я надеюсь сегодня мы вернемся к изначальной идее помощью гостя и его рассказов о дата буднях вот так вот я заверну у нас гостевой сегодня эпизод и в гостях у нас саша михайлов дата инженеры с компании кларна привет 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 рад был рад быть здесь с вами рады слышать и у нас еще и отдельная честь видеть гостя в отличие от слушателей но мы будем стремиться исправить когда-нибудь это отдельная история да в общем давай с чего-нибудь простого чтобы не сразу вот какие-то дата будни тяжелые бросаться утомляющие кофе расскажи пожалуйста про кофе вот я вижу дине очень нужен кофе но она борется с этим кофе 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 так ну начнем с того что я долгое время пил френч пресс который меня привлекал тем что он крайне быстро и легко заваривается но буквально в этом году мне подарили добрая семья подарила воронку и теперь я тренируюсь ее заваривать испортили человек да да я мало чего понимаю то есть у меня нет специального чайника но я так стараюсь мне нравится сам процесс и хочется верить что да кофе получается чуть 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 вкуснее чем во френч прессе знаешь я вот какой-то момент подумал что френч пресс он ну условно какой-то усредненный и все время одинаковый получается а в воронке очень много прям вот каких-то тончайших деталей чуть-чуть криво там водичку начал лить и все там испортил все или или наоборот получил что-то волшебное в общем это такое искусство теперь переходит из разряда код напитка ежедневного в некий вы меня провоцируете я же проходила курс по воронке я могу столько всего сейчас рассказать давайте лучше к данным давайте давайте к данным от дата инженер в кларна чем он занимается вообще вот я понятия не имею например я не работаю в кларна и не могу рассказать чем там занимается дата инженер расскажи нам и нашим слушателям жалко с нами нет жени он бы порадовался потому что в кларне вроде как победивший дата меж то есть компания большая там тысячи наверно 45 человек вот но студия по осколкам центрального дата варихауса там когда-то он был но сейчас они ну все все разделено то есть каждая команда она как бы варит свои данные отдельно сама за ними как бы ухаживает и предоставляет в общее пользование вот так что получается у каждого дата инженера в кларне как бы ну свой опыт в зависимости от команды то есть есть там хардкорные реалтаймщики да у которых там флинки со стримингами вот есть у кого там как это наша любимая сущность заказа в каждой компании наверное есть что-то такое где условно какие-то терабайты в день льются вот наша команда она такая сбоку то есть она низкий каплинг недавно я выучил новое слово вот суть в том что у нас свои данные то есть мы занимаемся партнерскими сетями данными по аффилированный трафик аффили аффилией networks как они называются вот и наши сущности они такие как бы небольшие с одной стороны и как бы мало зависит от других сущностей кларны вот поэтому мы вот командой оберегаем наш маленький датамешек и наши там несколько сущностей и предоставляем их пользование нашим стейкхолдером консюмером внутри компании а а вот датамеш победил это означает что ну все ходят и вот кофе заваривают в воронке и больше в принципе ничего не делают или это значит что все работу ищут активно какая крайность какая интересная дихотомия не знаю куда примкнуть наш кейс или смесь да видишь непростой вопрос оказался я такой типа мы туда или туда ну потому что вопрос должен быть открытым да на воронок на работе я не видел в офисе к сожалению вот думал как-нибудь свою принести но она вопрос следующий такой помогающий тебе ищешь ли ты сейчас работу уже сразу в этом вешать но как говорят в ютубах что надо проходить собеседование почаще регулярно чтобы не терять навык поэтому глупо отказываться да у нас есть опытный в этом деле человек в подкасте для максов прохождение собеседований поиска работы никто не сказал что успешно похоже не собеседовали просто но позавчера было все время да но имел вот это и мажор а мог который мнение смысле я использую настоящий собеседование качестве триума это не не уверен что это как правильная практика не позвали я тебя не зареферил наверно надо зареферить и тогда может они позвонят не ну тут сразу в чем дело если вдруг человек не реферит это уже серьезная заявка когда получается я бы тогда искал смену работы и ищу и поэтому хожу по тем собеседования которые как бы не важны не страшно не не страшно отказ я говорю если эта компания действительно интересная опять же сложность эти компании по рича странно но это первая первая коммуникация и если я понимаю что может быть интересно то я говорю что это момент я не ищу нормально вернуться к томешу а именно третий захват наиболее далекий от этих тем у меня вопрос как же он этот сам это меш работает или не работает когда внедрили или правильнее сказать внедряете видимо процесс который постоянно судя по крайней потому что мы до этого слышали да и такой очень долгий путь организации процесса работе и на работе всей команды но у вас был выпуск с эдуардом вот вы там затронули тему что тяжело то есть это свобода да то есть каждая команда вольна делать но в ограничениях там всяких полисе и restriction в остальном можно делать что хочет то есть свобода выборе инструментов ну а в остальном ты можешь делать там хочешь у тебя будет одна табличка хочешь у тебя будет до того там внутренне там хочешь храни историю хочешь не храни вот ну то есть нет как этот вот в яндексе женя построил там было все по красоте да то есть нейминг конвенции слои все как бы описано и во всех командах одинаково саши вот тут нет можно не обязательно его хвалить если что хвали нас лучше слушай у вас нет это меша к сожалению или к счастью это правда ну слушай звучит так что вы каждый делаете собственно какой-то двх или у вас есть все таки общие инструменты если каждый делает все что угодно на любых инструментах это звучит не когда ты можешь но свои инструменты в окружении а в с то есть все таки все да все данные в конце встречаются в ратшифте да если но это если ты команда планирует ими и делиться да потому что если твой датасет ты не хочешь как бы ну выносить наружу своей команды то ты его ну даже в ратшифт можешь его не заливать то есть он у тебя будет где-то той же афине в айсберге там гоняться на спарках вот и все и ты будешь счастлив да даже и возможен кейс да что даже не будет пересечений по данным у тебя в команде с остальной компанией я как обычно самый большой противник датамэша в этом подкасте меня прям очень удивляет а чем тогда общность ваших данных если вы а в с используют используете только для того чтобы делиться данными с другими бизнес юнитами отделами направлениями звучит как будто общность должна быть ну если ее нет тогда что если ее нет значит у вас не дата миша просто несколько разных компаний условных внутри одной большой компании которые строят свой warehouse для себя насколько далеко по принципы и концепции дата миша от просто набора нескольких дэйта вархаусов сопровождающих сопровождаемых разными дата инженерами ну мне сложно здесь увидеть грань то есть вот эти дата мишки они же по сути как бы отдельная дата продукта как их называют позиционирует дата миш вот где-то сверху есть вот этот федеративный купол да с ограничениями в полисе там рекомендациями которые инструментами чаще всего нет формой но платформы да то есть но платформа она же то есть условно есть аэрфлоу да удобно из дагогенерации где ты пишешь ямлики и скармливаешь им sql файлики но он же как бы это возможность а не необходимость то есть ты можешь его если у тебя пришли к тебе там два джуна до аналитика или там как бы ты спарк стриминг там да или просто спарк на питоне ничего не делал вот то у тебя пожалуйста как бы низкий пород входа ты можешь использовать вот этот инструмент платформы общий да но если ты как бы вырос большой серьезно и лучше всех знаешь как там тебе нужно готовить свои данные ты можешь там их на тех же там лямбдах и готовить и вообще не пересекаться с инструментами дата платформы ну то есть все таки есть дата платформа просто некоторые более зрелые дата инженеры собственные какие-то штуки делают и вот опять таки следующий вопрос вот ваша команда еще две соседние и еще восемь какие-то такие только платформы пользуются а вот самая зрелая самая классная команда предположим пять штук каждый идут в своем направлении а может быть даже идут в том же самом направлении но учитывая что у вас у всех собственные какие-то изобретения вы в общем-то дублируете работу друг друга которую можно было бы отдать в платформу вот звучит как будто у вас примерно так происходит ну не исключаю не исключаю вся же то есть вот эта децентрализация у нее есть как плюсы так и минусы на то есть ты убираешь бутылочное горлышко единого двх до где сидит значит команда да у него там планированные на две недели и ты приносишь ей задачи задач на три месяца естественно да то есть и каждое там планирование идет такой батл пользователи которые пожалуйста возьмите мою задачу вот ну а тут получается бутылочного горлышка нет все расшивается это место расшивается но проблемы переходят ну по в другое место как всегда но вот интересно я я очень согласен в этом моменте с дин и потому что несмотря на то что мы убираем бутылочное горлышко в виде допустим какой-то централизованной дата команды через которую надо пропускать все вот эти пайплайны и которые сами над этим работают мы вроде как должны отдать в в дата продукты вот в эти в юниты управление загрузкой данных но загружать как будто бы все равно должны куда-то в одно понятное место откуда аналитики и там мл инженеры смогут забирать и иначе иначе вот где где вот купол и или но вот эта вот штука которая объединяет все вот эти разрозненные команды здесь плавная такая отсылка к подкасту с игры с игорем мосягиным где вы говорили о мотивации то есть чтобы как бы заставить людей что-то сделать это должно быть удобно вот и например в инфраструктуре авс вот это общее звенье но это тот же с 3 а то есть ты так или иначе скорее всего окажешься на из 3 то есть она как бы такое удобное хранилище куда первым делом складывается все твое дата хозяйства и вот этот как бы дата лейк он ты не обязан его использовать да но скорее всего это как бы твои данные там окажутся вот ты можешь и как бы сам туда залить до закидать файлики с рим можешь там воспользоваться решением от платформ вот и но но получается это с 3 вот где аккумулируется у вас поверх него какой-нибудь там афина какая-то конечно через через которую любой может как бы получить данные а если от какого-то дата продукта не хватает данных то то ему скажут а добавь к нам в общий лейк в этот с 3 так получается я думаю что так я не проходил этот путь мне не было нужно ни от кого данных но я подозреваю как бы что на процесс такой теперь ребята будьте добры и помогите положить а на самом деле я тут увидела еще плюс от этой истории но она очевидно не в капасите в всеобщей да капасите команды потому что некоторые команды собственные велосипеды начинают изобретать а в том что у вот этих листиков дата мэша не укор команды а у отдельных направлений есть возможность сделать что-то клевое потому что мне всегда казалось что работать дата инженером в дата мэше если ты не в команде кор очень скучно ты тупо прочитал все правила и носишь таблички туда-сюда да конечно там тоже можно найти что-нибудь интересное но вот прям в полный рост раскрыться мне кажется там ну в общем сеньорам там уже не интересно и раз у вас есть возможность мало того что данные собственно какой-то области разложить как надо а еще и какие-то свои собственные интересные штуки завести мне кажется в этом есть преимущество так так да еще один факт про дата мэш кросс функциональные команды то есть если в обычном dvh как бы инженеры сидят вместе да и где-то где-то в другом месте сидят как бы люди там с бэк-энда да которые обычно служат источниками данных вот и вот мы раньше тоже на них бурчали что типа и чё вы там колонку переименовали слышите типа а чё вот здесь а чё вот там вот то в датамешеке ты ну как бы я вот сейчас сижу с ребятами как раз ну в команде вот этого бы консервис вот и получается вот эти ребята которые переименовывают менять схемы это мы да вот собственно и как бы у меня был интересный опыт то есть я вот посмотрел как эти сервисы работают да там вот эти микросервисы то другое как они взаимодействуют откуда собственно данные появляются да то есть они появляются не момент когда они упали там на истре или куда-нибудь а вот еще в момент появления их вообще в твоем периметре в своем контуре и здесь уже много интересного можно сделать а слушай вот такой вопрос вот ты говоришь что сложно и я вот с этим очень сильно соглашусь какую-то общую там продвигать идею который там инструмент или подход которому все бы следовали потому что все как бы по-своему живут у всех свой дата продукт помогать если у вас такой человек как сидио и помогает ли его наличие по своему мнению вот тому чтобы дата меш случился нет слушать такого прям сидио не могу придумать то есть дата платформа на у нее есть ход есть ходы рядом есть как-то он называется главный по security вот которого призывают в случаях типа тут что-то ребята задумали типа поменять поджойнить данные по регионам посмотри пожалуйста нормально ли вот идио ну а мой мой то вопрос в чем вот вот какая-то команда какой-то дата продукт не выгружает данные в этот лейк в с3 они нужны вот кто им пойдет и скажет надо выгрузить они не хотят вот у них другие приоритеты сейчас они там не за ва переходят там я не знаю с одного пайтона с одной библиотеки на другую депенденси поднимает все версии не знаю что то такое делают и они говорят что вот выгрузить в ваш лейк этот вот эти данные для нас сейчас совсем не приоритет кто им скажет что что нет ребята надо чтобы это был приоритет вопрос только в том если у них общее руководство ну не общее ну как бы вот человек который security занимается каким образом он будет влиять этот процесс мне кажется никаким но он может какие-то там gdpr штуки там персональные данные еще какие-то вопросы решать но вот уговорить какой-то команде продуктовые что им надо поменять приоритеты у себя в бэклоге вот вот кто им это скажет ну я не уверен что вообще кто-то должен им уговорить ну так данные нужны вот бизнесу нужны данные не ну данные нужны да но если исходить из подпосылки что та команда сидит как бы такая да в этом в носу ковыряется как бы и там типа ну чё-то нам лень не хочется нет 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 вот важный момент что они не в носу говорят они делают важную но другую работу ну они у них свой продукт у них есть какая-то система не знаю платежный шлюз там веб-сайт еще что-то они заняты сейчас этим и они внутри у себя считают что вот то что они сейчас делают это приоритет но при этом бизнес по какой-то причине страдает потому что у него нет доступа к данным клик стрим или к информации о платежах какие какой-то дополнительный которые раньше не было или еще к чему-то а бизнес не может до них достучаться потому что между бизнесом и вот этими ребятами должен кто-то быть через которого будет транслироваться эти требования пожелания там и смена приоритетов вот я я почему это все спрашиваю я на своем опыте на своей как говорится шкуре испытываю вот прямо сейчас в данный момент вот эту нехватку конкретно у нас я считаю что это нехватка человека которого бы звали cdo человек который мог бы достучаться до директоров там прочих си-суит левел людей которые заняты различными частями бизнеса и при этом имел быть тесную связь с техническими командами и специалистами на которых мог бы влиять таким образом вот как когда такого человека нет как бы его вот в моем понимании это просто тупик вот я не знаю что 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 сегодня делать как сдвинуть этот дата меж там да это ownership или еще как-нибудь его назвать с мертвой точки то есть те команды которые были заинтересованы в какой-то момент им было интересно там испытать попробовать себя в роли дата инженера кому-то кому-то новые инструменты были интересны кому-то просто было прикольно что их данные можно там аналитики могут с чем-то там совместить вместе и получить новое что-то какие-то выводы сделать а кому-то нет вот они считают что их core вещи которые они делают они гораздо важнее все остальное ерунда и и вот никак не повлиять нету рычагов воздействия да есть head of data вот ты говоришь у вас допустим есть head of data platform но он head of data platform не head вот этих ребят как 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 вот из этого выходить чувствую твою боль но тут получается не получится дискуссии потому что у тебя идет реальный кейс против моих теоретических будет таких раздумий вот это то есть ты но ты не ты не в курсе как у вас это когда происходило а то есть даже условно вот у этого head of data то есть у даже вот в этом датамеши когда у нас были споры там ну точнее мы выясняли как нам сделать новый продукт в итоге наш домен то есть слово нашего хэд домена она выше слова платформы хэда платформы то есть условно они могут сказать что типа не менее так делать нельзя но мы можем как бы оверайднуть это их как бы их слова наше слово вот если захотим а если бизнес обоснования вот но а так как ну нужно какой-то общий знаменатель да если они говорят что это важно вы говорите что это что-то другое важно где как бы надо не знаю на деньги что-то перевести да чтобы была какая-то общая основа ну то есть как сравнить их важность и вашу важность да вот у двух проектов и как-то отранжировать поэтому да да я абсолютно согласен мне нравится идея привести к чему-то общему например к деньгам но но у них у негодяев таких очень ловко получается обосновывать их собственные задачи которые поддерживают их кор какую-то функциональность а а вот обосновать там даже финансово необходимость выгрузки какого-то там нового атрибута в хранилище и как какой это именно экономический эффект в итоге когда-то будет иметь вот это совсем не прозрачно становится так это проблема в аргументации надо перенести на циферки и сравнить вот зачем нам это нужно мы например с помощью этого аргумента сможем лучше отлавливать в рот и таким образом наши потери уменьшится на столько-то миллионов я не знаю либо ну вот только так иначе если ну нам очень надо мы очень хотим против их но у нас свои дела они нам интереснее естественно ничего не стоит ну может быть в общем как и какая-то еще поин да что вот ты говоришь по если бы было сидио да он бы пришел бы и всем выдал но если допустить да что это уже сидио тебе же тоже пришлось бы убеждать вот и есть вероятность до чтобы он стал бы именно свою страну то есть безусловно и окей это отличный человек медиатор который мог бы регулировать эти вопросы и говорить да надо или нет не надо но дело в том что этот человек хотя бы имеет понимание другой стороны вопроса в отсутствии такого человека вот нету того кто мог бы влиять как это какая-то персональная боль возможно и можно решить просто переходом на работу в кларну по той рекомендации давайте сначала дослушаем как там все в кларне а потом же будешь принимать такие серьезные жизненные решения на самом деле я вот не уверена что это должен быть сидио ты должен быть просто хороший менеджер мне кажется ему не обязательно быть технически каким-то дата специалистом он ему просто объясняет что это нам нужно для этого а вот это для этого пожалуйста рассуди нас и он скажет ну это это задача очевидно важнее но как бы и решит это без того чтобы называться сидио но кажется что он должен уходим от гостевого вопроса к обсуждению этой конкретной проблемы но кажется что этот человек должен понимать то что ему объясняет я согласен с тобой что да должен быть какой-то человек который это понимает и может принять решение но кроме того что он сам принял это решение он должен иметь еще и влияние на остальных ну да это должен быть менеджер какой-то общий менеджер но но я его называю сидио просто но просто сидио он должен хорошо и глубоко знать все аспекты дата профессий а вот менеджеру ты объясняешь свою задачу а другой человек объясняет свою задачу и он принимает решение что бизнесу важнее ему не не обязательно вообще погружаться в технологические всякие что что бизнесу важнее принимает бизнес то есть то есть это какой-то там ну экзекьютив чир ему кто-то должен объяснить две разные точки зрения я не могу объяснить пойти к seo например и начать объяснять там что что я хочу сделать понимаешь ну ну потому что так это не работает что он понимает там вопросы бизнеса как как бизнес процесс устроен он не понимает как устроена дата тебе нужен мостик от аргумента к бизнес валю у тебя есть какой-то заказчик и вот этот заказчик который тебе говорит вот я хочу такое-то полюшку ты его тоже спрашиваешь зачем тебе это полюшку что-то будешь с ним делать и что из этого и в общем ну это должен делать не дата инженер а может быть дата аналитик или кто-то из бизнеса то есть аргументация должна быть у кого-то должен быть человек который там условно хотя бы пару раз в неделю встречается с человеком от бизнеса чтобы это происходило по моим пониманиям человек должен быть cdo cio или кто-то си левел кто общается с теми кто управляет остальными частями бизнеса возможно я заблуждаюсь но я бы хотел остановить этот совершенно не нужно мне кажется сторону ушедший разговор извините возможно это был я саша расскажи пожалуйста как ты вообще пришел к этому как как проходил твой карьерный путь и как как вообще вот вот очень интересно мне как слушателю нашего подкаста может быть каким-то другим слушателям тоже как 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 вот в этом направлении продвинуться надо написать людям каким-то попросить у них рефералку подготовить резюме и я уже записал да не ну на самом деле так и было да то есть в один момент я решил попробовать посмотреть по ту сторону границы что там бывает вот и буквально нашел там наковырял там человек там шесть причем но не обязательно каких-то там близких друзей просто о мы с тобой в одном чатике сидим слушай закинь мою резюме что там своим я вот там дата инженер у меня там три года опыта вот и нет это не та отправная точка ты уже дата инженер я думаю что алекс хотел узнать именно про дата инженера да вообще все да вообще как как вообще ты попал в эту профессию вот очень интересно попал но это было интересно и в далеком 2019 году когда яндекс практикум открыл свой курс по анализу данных я решил что это прям мое потому что там были как бы и данная и питон на которые легкие волшебные прям лучший язык для программирования из чего лучше начать естественно после того как прошел курсы была проблема найти работу вот то есть с тех пор ничего не поменялось как бы вчерашним студентом ну мало мало кто хочет их брать вот я наверное месяца два искал работу и извиняюсь потом плюнул на все и пошел в кларну работать но это если до 5 лет перематывает то как тогда я оказался в отделе маркетинга торгового центра вот со что я до сих пор ребятам благодарен что они меня взяли с улицы буквально подобрали и я для них делал какие-то там биайки отчеты по их аудитории торгового центра поднимал какой-то там постгресс на какой-то виртуалке там прикручивал суперсет вот и оказалось потом через полгода что вот эта профессия которой я занимаюсь это не аналитик данных это дата инженер вот и после этого уже как-то это пошло по накатанной я понял какую работу искать вот и оказался уже в команде консалтинга где уже настоящие ребята прям дата инженеры дата инженерили поднимали на хранилище для клиентов вот и там уже началось ну понял как это должно работать и как я делал сам по наитию вот но вот а потом в какой-то момент я увидел женю простите не могу его не упоминать что женю на ю тубе его волшебным и вот и я почему-то очень захотел помогать жене строить этот космический до твой хаус в яндекс го вот и через тернии прошел к ним и даже собесился жене ну как уже знакомился скорее с командой вот и оказался яндекс го где было уже отстроено все все процессы все нейминги да там все было красиво слои вот это как бы еще один шаг шаг развития хранилища данных как оно может выглядеть очень полезный опыт мне кажется вот так а потом да как же а потом я написал еще людям следующем и один из них как раз вот был Игорь Мосягин который был у вас в прошлом году да там Игорь дружище мы с тобой в одном чатике мне кажется это отличный повод что ты меня зареферил в эту шикарную компанию в этой солнечной швеции вот он говорит вообще не вопрос конечно присылай вот и тут я плохой советчик по поиску работы за рубежом потому что у нас солнечную страну и солнечную страну да 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 Игорь не стал меня подговаривать по климатическим условиям да то есть у меня было буквально вот там пять как это сказать то пять процессов да из них там два ни к чему не привели три там привели к собесам и вот буквально один привел как бы да коферу то есть все никак рекомендуют в интересных там в интернетах да когда у тебя должно быть там типа сто собесов из там из них там ты потом должен выбирать из пяти офферов типа какой же мне больше нравится еще и поторговаться с каждым вот так что у меня был как бы да один оффер и я решил им воспользоваться вот но уже тогда вот эти процессы рекордчинские меня немножко удивили потому что весь этот процесс он сам процесс собесов растянулся наверное месяца на 4 между этапами легко могло быть там недели три то есть я уже там в последний перед последним этапом я уже не ждал ответа ни от кого все уже думаю все спасибо ну могли бы написать хотя бы старше ты нам не подходишь они такие саша давно не слышали слушай как делишься дружище давай на следующей неделе присылай слоты я все договорился типа сейчас мы тебя найдем типа следующего собеседующего и после этого был еще долгий этап подготовки всех документов то есть тоже собрали все бумажки отправили в микрохун в агентство как правильно называется миграции вот и еще полгода ждали подтверждение документов то есть всего девять месяцев заняло вот этот весь все от начала собеседования до того ты переехал но почти год да то есть я сказал месяцев 11 там чуть-чуть до года не дотянули чтобы как бы на от первого привет как дела до типа здрасте я приехал на самом деле да они часто вообще нанимают таким образом я просто думаю кто какой работодатель готов ждать год человека ну как будто бы это много то есть у них там не знаю половина бэклога пропасть может переписаться ну я могу добавить что мне кажется нормальное явление в европах где долгий процесс основная мая бюджета на 5 10 есть человек человек если обладает скиллами то под него найдется задача на такое мышление это опять же мой тейк саша как как ты считаешь я согласен я так понимаю это обычная картина здесь здесь же получается условно в стране 10 там 8 миллионов вот из них программистов сколько не так много если ты растущий бизнес да и тебе нужны там дата-сиентисты бэклендеры и так далее у тебя выбора нет да ты просто ну ты уже всех местных шведов ты уже нанял то есть дальше ты кого будешь нанимать вот а так как бы ну у тебя полгода назад был бизнес да у тебя наверное через полгода как бы тоже что-то будет вроде как ну закрываться не планируешь ну то есть они как-то да с этим живут то есть вот и найма у них другие периоды да основной драйвер получается просто отсутствие кандидатов на местном рынке я я просто так думаю иначе зачем бы им нужно было бы это делать ну и если мы не берем кейс когда там допустим ты супер квалифицированный и они вообще нигде такого найти не могут в принципе но но вот если допустим два человека с одинаковыми скиллами то то скорее всего обычно взяли бы мне кажется местного это ну быстрее просто можно вывести и сразу начать какую-то отдачу получать от нового человека в команде но у тебя местный человек тоже вы не выйдет раньше чем месяца через три да потому что научист с периода здесь не две недели но не год с другой стороны не год согласен да ну то есть у тебя вот этот параметр time to market да у человека он как бы еще один фактор твоей в твоем пайплайне да вот да но и фан факт да что я слышал там вот мой предыдущий коллега за там буквально полгода до этого пытался ну оплавился вклад ну и найма не было вот и кто-то еще я тоже слышал через полгода после меня тоже оплавился вклад ну и тоже найма не было вот то есть он такой типа знаешь окно открылось типа нанимаем типа потому что-то что-то случилось потом не нанимаем фриз все там буквально там когда там двадцать втором году или двадцать третьем были вот эти лай-оффы 10 процентов просто скосило всех все спасибо ваши услуги не нужны так что все все очень динамично с одной стороны стабильно и как бы долгосрочно но бывают такие черные лебедя прилетают и что-то случается слушай а раз вопрос зашел конкретно про переезд и трудоустройство там в швеции в данном случае вот тот вид визы которые тебе оформили он предполагает возможность перехода к другому работодателю например если вдруг случились лай-оффы и ты попал под это сокращение здесь интересная система что вот этот резидент спермит и разрешение на работу первые два года оно привязано к работодателю то есть у меня на моей карточке написано что этот холок принадлежит кларни и он инженер вот и если я захочу то есть поменять работодателя да то есть мне надо будет по-хорошему по бумагам вот этот первый двухгодичный пермит начинать заново вот но в местных чатиках ребята говорят что если там предложенной обработки то возможно как бы не рестартить вот этот срок да то есть если ты если ты меняешь работу в эти два года да и твой старый чар и новый чар они твои кореша и готовы тебе помочь что и офицер из микрохуна тоже в деле то как бы вы продлеваете вот а дальше на когда два года срок заканчивается у тебя следующий пермит привязан уже только к работе то есть будет написано что там саша дата инженер и он не может там например ягоды собирать в поле вот на это нужен будет другой пермит вот а после четырех лет да он уже будет просто что саша нормальный чел может работать в швеции он норм пацан ну как это леандр не не зарекайся так выглядеть можно и пойти ягоды собирать на и там все говорить да почему вы не окей а тогда такой вопрос в твоем канале у тебя же есть канал и есть все об этом упоминать но я вот пишу помянул есть интро канал дата будни до называется на есть интро такой который же нам пересылал и в том числе ты упоминал о некоторых интересных случаях как твои навыки аналитика дата инженера помогает тебе в обычной так скажем жизни в миру можешь рассказать что что как как ты применяешь это по обстоятельствам это надо вспоминать теперь но но там несколько было разных там про фитнес-трекер про детский фитнес-трекер да 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 это шикарно 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 да фитнес-трекер это старая тема это один из там пир а то ли первый то ли второй раз когда я искал работу дата аналитиком вот тестовое задание было был значит собес мы поговорили все хорошо и тестовое задание вот тебе данные с фитнес-трекера там ну буквально простая табличка типа дата и шаги вот и типа общий такой там вопрос типа найди там аномалии вот ну я что-то там в пандасе повертел покрутил там посмотрел там пики топы ну такое какие-то там базовые статистики вот и потом начал смотреть что там вот этот есть поле таймстэмп вот а у него есть часовой пояс я так посмотрел что ага вот там нашел два дня когда часовой пояс типа условно плюс час и там через несколько дней минус час я такой ага типа слушай похоже на как бы путешествие по этой часовой зоне вот потом я начал развивать эту тему и подумал что а что за данные по мне прислали ну то есть вряд ли они типа синтезированные да то есть если данные синтезировать то в них ну как бы аномалии да то есть и аномалии должен синтезировать тоже вот с другой стороны вряд ли это как бы данные кого-то из клиентов потому что компания занималась как раз вот фитнес там фитнес-тех не знаю есть такой вот допустим вот и тут я понял что ну вот это скорее всего сужая возможные варианты я пришел к выводу что это данные в общем того человека как это который мне их прислал то есть она просто мне свои данные прислала и там нашла типа найдите этот вот я нашел ее фейсбук нашел вот эти даты где часовой пояс какал и там такой этот ну фотка типа она из питера такая привет типа хельсинки я вот тарам-пам-пам типа вот как раз в эти дни типа привет из хельсинки вот я такой опачки здравствуйте все совпало и когда я сдавал уже тестовая там ну я написал эти статистики статистики там тарам-пам-пам и вот в конце типа а еще вы знаете мне кажется что это не просто данные это ваши данные но на работу меня не взяли к сожалению дианон устроил дианон просто да 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 устроил дианон по фитнес-фитнес данным да вот но это было меня не взяли еще после второго совета поэтому все таки вот этот вот этот как бы inside ну провел меня на следующую ступень где уже дальше я не 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 прошел вот прикольно интересный прикольно да что там с детскими садами было а да как детские сады значит в швеции нет такого понятия ну или я пока не нашел как платный детский сад то есть нет места куда ты просто приходишь приводишь ребенка и там типа мы хотим начать в понедельник вот вам деньги пожалуйста возьмите нет там то есть есть вот этот есть но они их называют государственные детские сады или частные вот но они все в одной государственной системе на которой есть вот этот очередь то есть страна победившего социализма ты чтобы попасть детский сад тебе нужно отстоять очень даже частный детский сад вот и вот в этой системе ты можешь посмотреть какая у тебя сейчас очередь то есть ты подаешь заявки ты можешь подать заявку на 5 на 5 детских садов порядке приоритета вот и на сайте есть список этих детских садов вот и я выгрузил все детские сады с адресами залез в этот то есть нашел их координаты и чтобы отранжировать их по удалению от дома я достал из этого из яндекс гео у них есть гео ip которая в котором есть вот ответ если прямо две точки присылаешь но тебе метры выдает типа дальность вот я в общем пробил все эти координаты по достал то есть по адресам достал координаты по координатам достал расстояние от моей квартиры вот отранжировал эти 50 садов и вот спарсил их емейлы из того же с той же странички и порядку начал всем типа hello у меня есть сын можно мы ли к вам когда-нибудь пишем все и вообще как у вас этот по очереди и может мы вам придем посмотреть вот и вот 20 ближайшим садам ссылал емейлы вот так что ты мне даже ответил вот но в итоге нам все равно дали место в ближайшем так что здесь таксес только не получился но надо было чем-то заняться айтишнику в ожидании когда себя приедет к нему круто мы вы немножечко поговорили о том как ты стал этот инженером а зачем почему ты решил в эту сторону пойти интересно интересно фан-факт что до этого я хотел сказать дизайнером вот а до этого я хотел стать менеджером дизайнер точнее в обратном порядке сначала хотел стать дизайнером но почему-то не получилось потом что из-за недостаточной креативности я подумал вот потом думаю ладно дизайнер не буду буду ими управлять этим дизайнером вот тоже не сложилось причем по банальной причине что я просто не не начал искать работу то есть сразу зарубилась идея вот но продолжал искать как бы свои интересы и вот один из повторяющихся интересов это как раз программирование но то есть вот что было тогда на слуху это там джава или там джаваскрипт вот я их пробовал смотреть но типа вот эти простые первые шаги да во всех там туториалах типа создай там массив тогда поверти строки вот но вот после того как я это прошел у меня не было понимания чего с этим делать ну вот я джаваскрипт чего-то написал а но для чего вот то есть я примерно понимал что она где-то там вот на веб-браузере но веб-браузер у меня-то ну как бы у меня нет задач в веб-браузере а когда я узнал про питон вот это прям такой game changer что это типа вот им же можно файлики открывать то есть вот она прям фидбэк он то есть у тебя кодик запускается на твоей вот машине и ты прям таблички там можешь открыть да там тата фрейма превратить и это было прям magic просто какой-то то есть прикладная прикладнее некуда вот и и другая моя страсть всегда была таблички то есть у меня если там кроме телеграм-канал у меня есть еще когда-то был блог вот он до сих пор жив там можно найти всякие поделки на google сприт шах сприт шитах google табличках вот то есть какие-то конвертеры там ну и я помню парсил вот этот 1с выдает тебе прайс-лист такой в эксельке такого отверстка была но такая 1с на я из него делал такой красивый красивую табличку с минималистичным дизайном а-ля тавти без всего лишнего и все делал на вся вот эта логика была защита в google таблички внутри то есть ты ее туда копипастишь а она тебе рядом выдает нормально вот это как visual basic для excel ну даже без без кода то есть просто и как бы в одно место вставляешь вот это некрасивое место в рядом у тебя вот этот типа равно ссылочками на ячейки искра из некрасивого да 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 вот это вот это мне прям всегда радовало то есть вот что-то залезть в кишки google таблиц посмотреть там новая функция там типа можно значит обращаться к ячейкам по ссылкам а можно по относительным ссылкам а можно вот там еще вот так и так а есть там даже вот этот рид рид хатом или как-то рид xml что можно типа сайт спарфи то есть ему даешь ссылочку указываешь вот это xml дерево и он тебе элемент достает сайт это вообще было прям отвал башки вот и что то я там какой-то до парсил путь джета и зайти и джинси я помню да что у меня веб страничку спарсил в google щиты и чтоб у меня был это интерактивный чек-лист как там насколько я джедай джедай это у них была специализация профессия на должность вот и можно было и этот план развития да и вот сколько ты плана развития сделал вот настолько я был джедай у меня сразу вопрос у нас был выпуск не знаю несколько несколько назад опять же же жени его тогда с легкой руки подняла он из маленького опроса превратился выпуск по поводу важности или неважности тех самых хобби проектов для поиска работы то есть описывая звучит как очень крутые как раз твой проект это такие штуки для опен соуса или только опен соуса тебе не как-то пригодились и поиск работы или ты вообще выставлял вот ну вот условно не знаю как выставлять но вообще это имело какое-то отношение к успешности поиска работы потому и потому что и то что описывает да я думаю если человек фронт-эндер он послушка человек чем вы занимаетесь зачем мне никогда не дата будет ничего табличка как такой огромный живообъект но тем менее да это как-то влияло на карьерный путь хороший вопрос я думаю это особо сильно влияет на заре карьеры да когда вот я сейчас вижу там в интернете что представляете мы открыли вакансию джуна и получили 500 одинаковых резюме и можно вот эти резюме отсортировать по онлайн-школам что да вот типа это онлайн-школа дает вот такое там сопровождительное письмо и вот так вот учат создавать резюме оформлять резюме а вот это вот так то есть получается вот эти выпускники они целом одинаковые похоже да ни у кого нет опыта и у них есть портфолио только вот пять вот этих 5-10 проектов которые они сделали вот если ты к этим пяти добавишь там еще один-два своих вот то ты уже как бы выделяешься из общей массы как минимум вот плюс надо понимать что вот на заре карьеры да нанять джуна это большой риск но это как риск нанять человека да из другой страны который потом ты на нем много потратишь а он типа не захочет потом у тебя работать вот и то же самое вот как у талиба был этот закон линди да если человек условно поработал там дата инженером три года то наверное вам там следующие три еще поработать вот а джун вот он вчера узнал про дата инженерства да и он как бы следующие там два месяца может передумать там пойду фотографом работать вот если у человека есть страсть вот это да интерес к отрасли да он готов инвестировать свое свободное время помимо курсов еще и какие-то проекты которые он сам нашел сам организовал сам сделал придумал задачу и довел ее до конца это еще какой-то показатель фактор в успешность такого найма да все равно конечно гарантии нет но если сравнивать с другими то это будет большой плюс мне кажется очень грустный взгляд на способ найти джуна мы же не переписываем на него всю компанию что то есть мы не вкладываемся конечно в обучение в то чтобы его вырастить да дать ему все что мы можем дать новому человеку в команде но захочет он стать с фотографом да ну и пусть ну как бы возьмем другого джуна у нас классно к нам придет придут классно джуны во первых в дуну то есть приковывать не джунов не по синей а что на полгода ну там не полгода закрыть позицию это еще тот геморрой прошу прощения европейский рынок да 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 все тогда понятно не но это еще было в других реалиях согласен согласен да что за этого джуна не берут а потому что джунов войти в айтишников много позиции людям хочется брать медлов и сеньоров люди по компаниям да но и не идеально на самом деле нет на самом деле компании редко последнее время хотят брать специалистов за нижнюю смоталку так скажем потому что потом появляются проблемы когда он узнает сколько он на самом деле стоит на рынке у меня вот такой вопрос ты планировал там дизайнером ты говорил например стать в итоге попал в аналитику чему-то там учился параллельно до сих пор на инфе мы все время учимся чему-то вот можешь ли ты что-то посоветовать какие твои основные источники но не вдохновение в данном случае источники информации что позволяет тебе там все время подпитываться новые скиллы какие-то приобретать именно в профессии чтобы рекомендовал нашим слушателям что можно было бы слушать или читать или смотреть в этой части как говорят архитекторы все зависит от задачи и толк и толк и пенс point простой что надо следовать за интересом то есть точно интересно то и следует изучать потому что ну не получится из изучать точно что тебе не интересно да то есть просто ради корочки что-то пройти поизучать так так не работает ну и надоест быстро вот у меня из последнего было интересный факт да что когда я вот сказал что я попал в команду бэкэнтеров и интересный факт что вот до момента выхода я не знал что я попадаю в команду бэкэнтеров потому что когда я знакомился с командой я понял что я просто не знаю какие вопросы задавать у команды вот и как бы с этой с той встречи мы каждый вышли со своим как бы контекстом то есть я до этого работал в команде дата инженеров и у меня вот был такой катя что только так бывает вот а потом я пришел вышел на работу и такой типа так а онбординг какой-то странный такой что там какие-то доступы к бэкэнд сервисам вот какой-то там он колл тоже по гейтвэям что-то такое такой начал что-то заподаскивать потом через неделю-две осознал что других дата инженеров здесь нет и как бы я здесь единственный вот кто будет настраивать дату культуру вот и когда я прошел онбординг ребята такие значит дискуссия была примерно такая значит мы сейчас сделаем так сервис новый так у нас значит будет кафка мы будем паблишить туда события значит они примерно будут вот в такой форме так все понятно так саша что ты думаешь по этому поводу тебя как вот такой топик такая кафка устроит я такой наверное да а какие то бывает в итоге я был вот этот как бы гэп познанием даже и как раз в то время у школы сильных программистов был вот этот курс по event-драйвен архитектуре там как раз микросервисы кафка вот этот что куда консюмить стримить продюсить вот схемы регистрии как это все надо и и он короткий да то есть это не тот курс по дата аналитика который там полгода был мой первый код а вот такой вот bootcamp я назвал потому что он очень сконцентрированный и буквально как бы каждая крупица знаний была в тему вот и вот после этого курса я уже по-другому стал заходить на наши дизайн-сессии в команде и что ребята там такие так ну что-то у нас тут типа схема в топике поменялась я такой а что у вас схема регистрии давайте посмотрим типа куда зайдем ага вот смотрите вот у вас здесь так а вот так типа мы сейчас новую там консюмер-группу сделаем и все полетит и такие прикольно и после этого саша стал такой там go to чел который что-то шарит за кафку вот казалось бы то есть возвращаясь к вопросу по обучениям то она у него должна быть цель какая-то да то есть и какая-то цель отличная от коллекционирования дипломов и сертификатов то есть что-то чего-то не хватает в работе куда-то вот примерно вот в ту в то направлении копать искать новые знания а где где искать ну понятно вот для работы к про кафку мне надо узнать куда идти чтобы ты рекомендовал как у тебя это работает пойти на youtube посмотреть видео и или в доку конфлюент этого или еще куда-то в какой-то не знаю подкаст дата кофе послушать например хороший ну тут вот как у меня это работает то есть я не бывает так что я сижу и ищу там курсы какие-то значит какие курсы по кафка у меня давно на моих радарах был вот этот курс по ивент-драйвинг архитектуре да и как бы был в списке желаем так сказать на потом появилась потребность и вот этот как бы список кандидатов сметчился с потребностями как-то получился вин то есть я стараюсь если декомпозировать да как так получилось то скорее всего дело в том что вот этот насмотренность да стараюсь держать ее широко то есть каналчики в телеграме подкасты да да таков естественно подкаст открываешь новый подкаст открываешь все эпизоды и назад смотришь кто там кто там был интересно и такой по ключевым словам качаешь выпуски и потом слушаешь на то есть и как-то заметочки себе составляешь что а вот там кафка вот такая значит если что-то по кафке то это вот примерно значит должно вот так работать примерно в ту сторону копать а документация да она всегда это дефолтное состояние айтишника что документация всегда открыта если ты с чем-то работаешь то без этого я не знаю как да окей я знаете что единственное что хочу мы наверно будем закругляться потому что у нас уже часовая отметка подошла хотел сказать еще нашим слушателям если вдруг есть такие кто по какой-то причине не подписан на наш телеграм-канал почему вы до сих пор этого не сделали то есть вы слушаете на каких-то подкаст площадках заходите в телеграм-канал и в чат нас заходите там иногда такие вопросы поднимаются ого-го вот это был подкаст дата кофе у нас гостевой эпизод был в гостях был саша михайлов дата инженер из кларна из шведской финтех компании спасибо что забежал рассказал о своих буднях 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 дата инженера да спасибо спасибо всем пока пока услышимся через неделю счастливо пока пока пока